Срок нам дали до 24-го числа судебные исполнители, плюс еще добавят 5 дней, но это последнее, что мне сказали. Мне даже предложили сегодня вывезти собак, машину даже предложили на вывоз собак. Когда я спросила, куда вы сможете вывезти, они сказали, нас-то не волнует, просто со двора мы можем помочь вам вывезти. Ну, естественно, на Чехов никто не поможет отвезти. Ни одного приюта в Липецкой области нет, что бы вам ни говорили. Есть усыпалки, есть тербуны, живодерни, и все, это все, что есть в Липецкой области. Видите, вот отсюда, это уже все-все-все разобрано. Ту сторону, там, там, все разобрано, друзья. Собаки вывезут. Спасибо, мои хорошие. Спасибо за эти спасенные жизни. Спасибо вам. Спасибо за то, что все эти годы вы рядом. Спасибо. Здесь предстоит огромная работа, чтобы все это убрать и вывезти. Работа будет огромная, да, но она не такая срочная, как спасение жизни. Мы обязательно все это вывезем. И обязательно все из этого еще будем строить. Улучшать, улучшать, расширять. Но все это будет уже в новом приюте. А здесь, друзья, я просто показываю ваш... Я не побоюсь этого слова, подвиг. Ведь благодаря вам мы не только жили все эти годы. Благодаря вам мы выезжаем. Осталось совсем немного. Я сейчас покажу вам тех, кто остался. Немного. Перед домом шесть вольеров. И здесь. Вот наш мальчишка, у которого сняли конструкцию с лапки. Мальчишка, у которого сняли конструкцию с лапки. Я поправился. Спасибо вам, люди. Спасибо вам, родные. Спасибо за эту спасенную жизнь. Конструкцию с лапки сняли. Чувствует себя мальчик хорошо. Хромаешь еще, чудовище, а? Хромаешь? Но конструкцию сняли. Мамин. О, красавчик мамин. Зайка моя красивая. Мамочка. Все будет хорошо, ребенок. Потерпи, скоро поедем. Скоро поедем. Главное, ты выздоровел. Главное, ты выздоровел. Ты выздоровел. Что, мои хорошие? Да, да, да. Ты здесь старички? Трое. Что, мои хорошие? Ребят, вот здесь осталось несколько вольеров, которые нам необходимо вывезти. Там, как вы видите, мы уже ломаем. Здесь все. Остались эти вольеры. Остался последний рывок. Осталось немного, друзья. Вольерах сидят не так уж и много. Больше из-за подростков, из-за малышей. А еще такая красавица у нас есть. Мамина девочка. Мое солнышко. Красавица моя. Потерпи, деточка. Моя красавица. Да, да, да. Скажи, я ищу дом. Я ищу дом. Тихо, мои хорошие. Это тех, друзья. Вот инвалидики. Кого нам необходимо вывезти? А здесь уже пусто. Здесь пусто. Здесь пусто. Здесь пусто. Здесь тоже, друзья. А вот там наш последний рывок мамы. Две мамы. Да, мои хорошие. Красивая моя. Мамина девочка. Умничка маминой. Хорошики мои. Мамины хорошики. Мои хорошие. Здесь тоже, друзья. Все. Здесь уже всех вывезли. Вы видите. Спасибо вам, мои хорошие люди. Дорогие мои. Спасибо вам. Спасибо за то, что помогаете спасать. Спасибо вам. Мы разбираем все. Проблема в том, что вот эти даже старые стройматериалы вывезти нам не на чем. Нужна машина и не менее 10 тоника, чтобы можно было погрузить железо в сетку, доски и вывезти отсюда те материалы, которые можно вывезти. Я забираю отсюда сейчас только пока железные двери. А надо можно будет забрать и будки. Видите, как много мы вывезли. Наши больные. Покажи лапку. Вот так. Лапка заживает. Покажи другую лапку. Маленькая моя. Все. Все, все, все. Покажи бока. Ребята, это наши тяжелые больные. Вышли во двор. А это, ребята, то, о чем я вам говорила. Нам подбросили маму и детей. Здесь у нас инвалидный Чингис. У него нет задней лапки. Сержика наша. У Сержики три лапки. Да, малыш? Осталось совсем немного. Наш кошачий. Пустой и тихий. Я очень гордилась этим кошатинкам, друзья. Вы помните, как вы наблюдали в прямом эфире, как наши кошки здесь жили? Сейчас тихо. Но я надеюсь, мы построим с вами еще лучше. Еще лучше. Грустно. Здесь было столько радости, столько хороших, приятных моментов. А вот это, друзья, новые подкидыши, из-за которых лохматая душа увеличивается. Что, мои золотые? Завтра малышей будем прививать. Мои хорошие. Мои красивые. Да, маленькие. Сейчас поменяю водичку. Да. Здесь у нас молодые остались. Те, кого надо на стерилизацию. Вот до сюда мы дошли. Здесь еще есть немножко. Вот один вольерчик. Друзья, осталось вывести сотню собак. Последних. Это учитывая и взрослых, и малышей. Проблема в том, что мы не посчитали мам с малышами. А у каждой мамы по 6-7 малышей. К тому же, в последнюю очередь, мы пытались вывести подростков, потому что им необходимы стерилизации. А здесь, в грязях, эти стерилизации сделать гораздо дешевле, чем в Чехове. Именно поэтому тянули. Вы знаете, чем ближе дело к концу, тем больше опускаются руки, потому что настолько тяжело. Я к вам обращаюсь. Происходит всплеск. Люди начинают помогать. Проходит сутки, двое, и помощь останавливается полностью. И мы опять пытаемся выезжать на тех крохах, что у нас есть. Приют огромен. Огромен, друзья. Вы это видите по нашим роликам. Работа сделана тоже потрясающая и огромная. Я не хвалюсь. Я, наоборот, благодарна вам, потому что это дело ваших рук. Без вас я бы одного гвоздика не могла забить. Мои хорошие, прошу вас об одном. Давайте закончим. Давайте переедем. Отзовитесь. Кто сколько может, ребята. Как бы нам трудно не было. Прошу вас, последним рывком, друзья. Последним рывком отзовитесь. Последний месяц, который мы умоляем вас. Потом тоже будем просить помощи, но уже на корм. А сейчас мы умоляем спасти их жизни. Прошу вас, мои хорошие. Друзья, пожалуйста, я благодарю вас, я уважаю вас как людей с хорошей, с чистой, с самой человечной душой. Я благодарю Бога за то, что Он свел меня с вами и что вы есть в моей жизни, в жизни моих ушастиков, в жизни фонда «Лохматая душа». Друзья, родные мои, прошу вас, давайте соберемся силами и закончим наш переезд. Мы целый год бьемся с этим и мы почти дошли. Только опять закончились стройматериалы. Необходима доска 25-ая, необходим профиль, необходимы электроды, необходим саморезы, чтобы крутить сетку, необходима перфолента. Это то, что нам необходимо. Я не прошу много, только самое необходимое. Я прошу вас, друзья, отзовитесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok